Актуальный микрофон. Одна из задач, которая стоит перед белорусским правительством, это постепенный отход от кредитования госпредприятий, поиск новых источников развития. Вот один из вариантов – это свободные средства населения, которые привлекаются в акционерные капиталы предприятий через так называемые народные IPO. В переводе с английского этот термин означает первичное публичное предложение акций той или иной компании на продажу широкому кругу лица. Вот в ближайшее время народное IPO пройдет на Минском заводе игристых вин. Это предприятие выпустит дополнительно 240 тысяч акций, купить их сможет в принципе любой из нас. Продажа акций на бирже стартует 2 мая и продлится до 15 июня. В итоге предприятие будет получать прибыль, вкладывать средства в развитие и выплачивать дивиденды, уверяет руководство. Вот о народном IPO и в целом развитии рынка ценных бумаг в Беларуси сегодня поговорим с нашими гостями в студии, председателем наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» Алексеем Рубцом и финансовым аналитиком официального партнера «Альпари» в Минске Вадимом Иосубом. Добрый день. Итак, сегодня в нашей программе мы узнаем, почем IPO для народа, сколько стоят акции завода игристых вин, где и когда их можно купить и насколько реально на них заработать. И акции не только растут, но и падают. С какими рисками мы сталкиваемся, играя на рынке ценных бумаг. Актуальный микрофон. Что ж, может быть, в самом начале давайте еще раз, хоть мы сказали, объясним. Далеко не все слышали это слово. Если слышали, может быть, не совсем понимают IPO. Что это такое, если совсем просто объяснить? Возможности населения участвовать в развитии лучших и ведущих предприятий страны. Поэтому народное называется? Поэтому называется народное. И, естественно, предусматривается максимальная покупка акций физическими лицами, гражданами Республики Беларусь. Ну вот почему для фактически первого народного IPO был выбран именно Минский завод игристых вин? Вообще, как сами работники к этой инициативе отнеслись? Минский завод игристых вин работает с февраля 1978 года. В 2004 году Республиканское унитарное предприятие Минский завод игристых вин был преобразован в открытое акционерное общество «Минский завод игристых вин». С уставным фондом на тот период 30 млрд 257 млн 472 тыс. рублей. Весь уставной фонд был разделен на 720 тыс. 416 простых акций. И стоимость одной акции составляла 42 тыс. рублей. Но по настоящий период все акции находятся в управлении концерна «Белгоспищепром». Никто из членов коллектива не обладает ни одной акцией этого предприятия. Поэтому предложение Государственного комитета по имуществу, согласованное правительством Республики, на заводе было принято с одобрением. И вот сейчас мы уже вошли в фазу, когда идет пиар-компания, когда мы приближаемся к началу срока продажи акций. Практически все члены коллектива хоть по несколько штук акций, но купят. Но вы сами понимаете. Они забили для себя такую возможность или это просто вы изучали настроение, так сказать? Мы пытаемся купить все в первый день продаж. Поэтому у нас есть специальная команда, которая работает, есть брокер, который представляет эмитента, есть инвестиционный консультант, есть пиар-консультант. Короче, команда вся работает на результат и работает с таким расчетом, чтобы члены коллектива в первый день заявились на бирже. Давайте подробнее остановимся на этом механизме. То есть как купить акцию, сколько она будет стоить, в какого числа планируется выход на биржу и так далее? Стоимость акции по состоянию на 1 января текущего года составляет 171 450 рублей. Вы уже сказали, что мы продаем дополнительная эмиссия. Акции 240 тысяч штук. Тоже простые обыкновенные акции. Сумма эмиссии составляет 41 миллиард 148 миллионов рублей. Мы планируем на эту сумму продать все количество указанных акций. Как купить, расскажите. То есть куда идти, где эти акции? В банках у нас есть уже реклама. У нас есть листовки. Любое лицо физическое, которое прошло в Беларусьбанк, оно говорит, что оно желает приобрести акции Минского завода игрестых вин. Называет количество, предоставляет свой паспорт. Ему, естественно, будет открыт и счет ДЭПа, и заключен договор комиссии. Проведены все услуги за 90 тысяч рублей. И он пойдет, и то количество акций, которые он заявил, будут им оплачены. И все. И тогда уже в данном случае тот банк, который он прошел, будет выступать профессиональным участником рынка ценных бумаг. И он будет работать с нашим эмитентом. Белорусская валютно-фондовая биржа продаст эти акции в установленном порядке. Скажите, а почему, например, мы с Максимом должны пойти и купить эти акции? В чем их плюс для простого человека? Чем вы заинтересовываете? Чистая прибыль, которая остается в распоряжении предприятий, и часть которой пойдет на дивиденды, выросла в 13,6 раза. И вот в прошлом году она составила 11,7 миллиарда рублей. Стоимость акции, мы уже говорили, выросла с 42 тысяч рублей до 171 тысячи 450 рублей. То есть почти в 4,1 раза. Но это ли не повод? Актуальный микрофон. Скажите, Вадим, а как вы оцениваете будущее вот этого мероприятия, размещение акций на IPO, я имею в виду? И вот исходя из опыта, ведь был у нас уже опыт с Борисовским заводом медпрепаратов, насколько будут активны белорусы? Я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу о выборе этого предприятия в качестве того, кто первый проводит IPO. Величайший инвестор современности Уоррен Баффет рекомендовал инвестировать в акции тех предприятий, продукции, которые вы пользуетесь сами. То есть все мы пользуемся продукцией этого завода. Кто-то регулярно, кто-то по меньшей мере там на Новый год. Поэтому, наверное, с этой точки зрения Уоррен Баффет одобрил бы такую инвестицию. Если говорить о целесообразности инвестирования в акции этого предприятия, Ну, здесь сейчас как бы прозвучало мнение, почему это делать надо, почему это делать стоит. Наверное, чтобы не повторять тех ошибок, которые произошли в России на их первых тоже народных IPO, надо предупреждать потенциальных покупателей этих акций о возможных рисках. И в том числе подчеркивать, что те несомненные успехи, которые здесь были озвучены, которые были в прошлом, они не являются стопроцентной гарантией таких же успехов в будущем. Какие риски? То есть можно просто потерять свои деньги? Ну, если... На каком-то этапе, да? То есть акции могут падать, возрастать? Безусловно. Ну, если не говорить о каких-то форс-мажорах, с заводом ничего не будет, и о потере полностью всех денег речи не идет. Но, действительно, если мы говорим о рынке ценных бумаг, акции могут дорожать, акции могут дешеветь. И, например, в отличие от депозита, где банки вот обещают гарантированный доход. И государство, в принципе, гарантирует возврат? Государство гарантирует возврат этих денег. Совершенно верно. Если мы говорим об таких бумагах, как акции, то, во-первых, нет никакой гарантии дохода. И, во-вторых, безусловно, ни государство, ни какое-либо еще третье лицо не будет гарантировать то, что инвестор, вкладчик в эти бумаги заработает, а не потеряет часть своих денег. Но это игра, игра на рынке ценных бумаг. В принципе, он у нас не так уж и развит. И как вы оцениваете финансовую грамотность белорусов? То есть стоит играть, не знаю, правил. Вопрос о финансовой грамотности населения достаточно болезненный. По пятибалльной системе я бы его оценил в ноль. Потому что, действительно, опыта размещения ценных бумаг у нас такого не было. Вот действительно был упомянутый опыт Борисовского завода медпрепаратов. В результате размещения не произошло. Если же говорить об инвестиционных инструментах, которыми владеет население, ну, все слышали и пользуются депозитами. Кто-то там пользуется более редкими инструментами, как различные депозитные сертификаты, вклады в золото. Собственно говоря, и все. Наш опыт инвестирования вот этими инструментами ограничен. Кроме того, есть негативный опыт. У нас в стране его не было. По крайней мере, мы хорошо слышали о такой вещи, как МММ. Почему не было? Совсем недавно нашумевшее дело. Да, то есть такого размаха, как раньше в России, это не приобрело. Здесь это закрыли. И у людей может возникнуть путаница между инвестициями в акции предприятий и инвестициями в непонятные пирамиды. Вот надо как бы четко это разграничивать. Надо работать с населением, объяснять и преимущества, и риски, чтобы не было обманутых ожиданий. Я бы полагал, что, в общем-то, населению можно и нужно объяснять правильно, что они будут вкладывать свои деньги в хорошо работающее предприятие. И этому предприятию, когда вы, как физическое лицо, купите наши акции, и вы придете к нам на собрание акционеров, вы будете задавать вопросы, вы будете себя позиционировать таким образом, что мы перед вами обязаны будем отчитываться, понимаете? То есть акционеры не позволят этому предприятию работать хуже. А прийти на собрание может любой акционер? То есть вот 240 тысяч человек, купившие по одной акции? Да. А проведение собрания акционеров мы должны будем уведомить каждого. Причем уведомить письменно, через газету. Но есть какой момент. Все зависит от того, кто каким процентов акции обладает. Если вы, к примеру, обладаете двумя процентами акции более, вы имеете право формировать повестку дня собрания акционеров. Вы имеете право выбирать, вносить предложения по составу наблюдательного совета, который является органом управления тогда, когда нет собрания акционеров. Вы имеете право выбирать членов резионной комиссии. Если вы где-то чувствуете какие-то, что есть недочеты на данный период, вы многое можете. Алексей Алексеевич, в связи с этими процентами, вы допускаете возможность покупки акций завода иностранными, какими-то инвесторами, руками белорусских граждан. Пусть не сейчас. Может быть, сейчас купят, вот мы говорили, белорусы, кто одно, кто десять, кто сто. Потом, скажем, какой-то игрок выйдет на рынок, скажет, покупаю по достаточно хорошей цене. И многие люди подумают, ну, почему бы и нет. Действительно, что-то получим с этих акций. Он у себя аккумулирует в руках какой-то процент акций. Уже будет, вот действительно, о чем мы говорили, влиять на какие-то решения. Будет участвовать в управлении, а предприятие, на самом деле, успешное. Не хотелось бы. Ограничивая участие нерезидентов, мы и количество акций в одни руки, 999 штук, мы преследовали цель обеспечения равного и справедливого доступа к приобретению акций. С тем, чтобы богатые люди, ну, не скупили, будем так говорить, большое количество акций, хотя это и неплохо, но вместе с тем, чтобы как можно больше круг физических лиц, граждан Республики Беларусь, принял в этом участие. Актуальный микрофон. Так вот об изменениях. Если, например, сменится учредитель, гарантируются ли акционерам те же доходы по акциям, которые, в принципе, были до этого. Я вот хотел бы ответить по тому. Мы продаем, мы сказали с вами, 240 тысяч акций. Это составляет 24,99%. Это даже неблокирующий пакет акций. 25% не будет. Не будет. 25 плюс 1. А здесь получается, что все равно 75% плюс 1 акция находится у государства. В этом случае и государство не даст нам плохо работать. У нас получается двойной контроль. И вы, как акционер, если придете, даже если у вас одна акция, мы все равно обязаны отвечать на все ваши вопросы. И обязаны их решать. Иначе много есть способов, чтобы обнажить те недостатки, которым вы полагаете, что они имеют место, а мы, допустим, их скрываем. — Пару ремарок. Ну, во-первых, мне кажется, не стоит заранее делать пугало из какого-то там потенциального иностранного инвестора, который заинтересуется этими акциями. Может быть, даже не иностранного, а какое-то предприятие белорусское. — Может, богатый, да, как мы сказали, 8 человек из Беларуси. — То есть, вообще говоря, после того, как произойдет вся вот эта процедура размещения, о которой нам говорили, оборот акций на вторичном рынке, переход из одних рук в другие, там, может быть, концентрация в каких-то отдельных руках — это абсолютно нормальное, законное, естественное рыночное проявление. Иногда вот к этому подходят с таким негативом, что вот это какие-то там спекуляции, там, и так далее. Вот купил акцию, держи, там, завещай детям и внукам. Ни в коем случае не продавай. Это естественно. Люди, покупающие акции, вообще могут рассчитывать на два вида заработка. Я думаю, об этом мы подробнее поговорим чуть попозже. Во-первых, это заработок за счет получаемых дивидендов. Во-вторых, любой акционер в праве рассчитывать там в будущем продать эту акцию подороже, чем он купил. Если у него будет такая возможность, и он таким правом воспользуется, продаст он это в руки иностранного инвестора или другого гражданина, это нормальная, естественная ситуация. Тут нет ничего предусудительного не только с юридической, но даже с моральной точки зрения. Хотя, к сожалению, наверное, не все до сих пор это разделяют. Вот вы про дивиденды сказали. А действительно это так важно, получать дивиденды? Вот в основном люди чаще всего думают, да, сколько я буду с акцией получать? Да, да, Максим, ведь эти деньги можно положить на депозит и получать определенный процент. То есть здесь, мне кажется, всегда считаешь. Вот сейчас мы с вами поспорим. Простейший контраргумент из акций крупных мирового масштаба компаний наиболее успешные за последние десятилетия были акции компании Apple. Они выросли, боюсь ошибиться в точной цифре, по-моему, за 10 лет в 80 раз. При этом за эти 10 лет Apple ни разу не платила дивиденды. Она собирается это сделать сейчас вот впервые по итогам 2011 года. При этом в отсутствии дивидендов, я думаю, владельцы этих акций отнюдь не страдают. Еще раз повторю, что люди получают доход либо в виде дивидендов, либо в виде роста стоимости акций, которые они могут реализовать, продав эту акцию. С чем это можно сравнить? Вы упомянули про депозит. Можно вернуться к этому примеру. Если я кладу деньги на депозит, я могу ежемесячно получать с него проценты, а могу эти проценты не получать, они будут рекапитализироваться. То же самое и с выплатой дивидендов. Если предприятие заработало какую-то прибыль, часть этой прибыли она может раздать людям в виде дивидендов, они это получат в карман, потратят или положат на депозит. А может быть без выплаты дивидендов эта сумма будет инвестирована в дальнейшее развитие предприятия, и это должно привести, по крайней мере теоретически, к росту стоимости акций. То есть эти неполученные дивиденды не будут потеряны для инвестора. Это отразится просто в росте стоимости акций. Кстати, я так понимаю, что руководство предприятия при этом должно будет советоваться с акционерами. Мы вам раздаем или давайте вложим, то есть объяснять людям. Это решение принимает собрание акционеров. Каждый, кто купил акции, он на собрании присутствует. Другое дело, какой его вес, в зависимости от того. Ну да, 240 тысяч вряд ли человек, ну если там у каждого по одной, вряд ли так, конечно, будет. Но в принципе у людей будут спрашивать, как будем дальше. Какую часть прибыли, чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, направить на дивиденды. Вадим, вот вы упомянули Apple. Давайте поговорим о мировом опыте развития рынка ценных бумаг. Мы делаем на этом поприще только первые шаги. Беларусь, как это в мире происходит, насколько это развито и нужно ли нам туда стремиться? Ну, в мире этот рынок развивается достаточно давно. Я думаю, зачатки рынка ценных бумаг можно искать в средние века. Если говорить о современных европейских или американском рынке, они функционируют в том виде, в котором они существуют сейчас. Если отбросить технологии, взять правила, по которым торгуются и так далее, уже более сотни лет. И вообще наличие развитого фондового рынка, с моей точки зрения, это очень важная составляющая для экономики. И очень важный нюанс – это ликвидность этого рынка. Поясню, что я имею в виду. Ликвидность – это возможность достаточно быстро купить или продать какие-то акции на рынке. Почему это важно? Это важно с точки зрения привлечения инвестиций. Если мы говорим не о стратегических инвестициях, когда кто-то приходит с целью построить завод. Скажем, кто-то хочет инвестировать, вложить серьезные деньги в существующее предприятие, но для такого потенциального инвестора очень важна уверенность, что в любой момент, когда он хочет, например, выйти из этих инвестиций, он сможет это сделать, поменять свои вложения на деньги. В экономике очень большое значение играют деньги не только госбюджета или собственные средства каких-то крупных предприятий. Очень важное значение имеют деньги населения. И вот как раз-таки для того, чтобы эти деньги населения начали работать в экономику, тоже очень важно наличие вот этого рынка ценных бумаг. Если говорить о каком-то опыте развитых стран, то большинство накоплений каких-то пенсионных или в другой форме, они, опять же, с помощью специальных профессиональных участников, с помощью пенсионных фондов, каких-то брокерских компаний, они вложены именно в различные акции, возможно, облигации. То есть популярность депозитов, она в мире не так высока, как у нас. А, по сути, для нас это основной инструмент для хранения сбережений. Потому что, вообще говоря, на удивление, рынок депозитов у нас, кстати, очень-очень хорошо развит, и, в принципе, он гораздо привлекательнее, чем в любых других развитых странах. То есть мы сейчас даже не говорим о величине процентных ставок, что она там на данном этапе выгодна и так далее. То, что у нас сейчас ставка по депозитам, ну, по крайней мере, с этого года, превышает инфляцию. То, что у нас очень разнообразные условия по депозитам и привлекательные для вкладчика. То есть то, что можно... Есть гарантии. То, что можно практически любой депозит, депозитный договор расторгнуть досрочно, без потери основной суммы, а во многих случаях и без потери процентов. Я думаю, ни один банк там в Америке, Англии и Швейцарии таких условий не предложит. То есть там очень маленькие ставки, очень длительные сроки, жесткие условия и вряд ли позволяет доходность по депозитам обогнать инфляцию. В прошлом году назывались ведь разные цифры, но миллиарды долларов, они приблизительные, конечно, на подсчеты. Денег, которые у людей часто просто лежат, они не задействованы. Вот действительно вложить, ну, скажем, в Минский завод игристых вин. Может быть, еще какие-то будут предприятия, то есть вот чтобы они работали? Для того, чтобы эти деньги заработали на рынке ценных бумаг, тут нужно решить два вопроса. Первый вопрос – это появление предложений акций. И вот первый вот это народное IPO как бы является хорошим примером в этом направлении. Будем надеяться, что будут и другие размещения. Но еще очень важный нюанс – это изменение инфраструктуры рынка, сделать его удобным для простого вкладчика. То есть сейчас нам описали приблизительно процедуру, как купить акции. Пойти в банк, отстоять очередь, показать паспорт, заключить договор и так далее. Если через полгода вы захотите эту акцию продать, надо будет повторить такую же процедуру. Пойти в банк, заключить договор на продажу и ждать, когда это на бирже продастся. В развитых странах торговля на рынке ценных бумаг именно для физических лиц уже давно происходит с помощью удаленных рабочих мест, с помощью так называемых торговых терминалов, которые каждый может установить на тот компьютер. Такая практика уже активно, по сути, с середины 90-х годов активно используется в России. В этом направлении идет рынок ценных бумаг Казахстана и Украины. Видимо, придет и к нам. Надо надеяться, что придет, но мне, например, не очень понятно, почему не пришел до сих пор. Вот когда любой человек сможет купить или продать акцию нажатием одной клавиши на компьютере, который стоит у него дома на кухне, вот тогда можно будет говорить о том, что фондовый рынок к нам пришел. Ну, все же надо с чего-то и начинать. Начинаем мы с Минского завода игристых вин. Все-таки, Алексей Алексеевич, еще раз в конце ваши ожидания. Полагаем, что те наши спешники, с которыми мы работаем, там, вот, Сверхлогорский комбинат, который нам там делает, Тару Гродненский стеклозавод, который делал бутылку, они нам звонят, они уже спрашивают, как бы, они звонили до того, как мы могли обнародовать стоимость одной акции. Понимаете, нельзя было до регистрации проспекта эмиссии, и до момента заверения краткой информации нельзя было называть те цифры, которые мы сегодня с легкостью называем. Вот, мы уже знаем, что многие примут участие в покупке акций нашего акционерного общества, и надеемся, что мы продадим все 240 тысяч. Тем не менее, вы ведь таким образом уходите от банковского кредитования? Да, мы уходим. Естественно, вот те объемы прибыли и от реализации, и чистой прибыли, они будут значительно больше. А раз будут значительно больше, значит, все будет. Будет доходность на одну акцию. Вадим, если очень коротко, а как вы считаете, какие предприятия будут следующими за заводом игристых вин? Может быть, не конкретные, но хотя бы сферы? Ну, надо следовать рекомендации Баффета, продукцию которых мы хорошо знаем. Шоколад? Например, отличный вариант. Отличный вариант. Ну что ж, будем надеяться. Итак, сегодня мы говорили о том, что не больше тысячи акций в одни руки и только своим иностранные инвесторы не смогут стать акционерами Минского завода игристых вин. Рынок ценных бумаг в Беларуси пока развит слабо, но прогнозы довольно оптимистичны. И от успеха первого народного IPO зависит, приживется ли такая форма приватизации в Беларуси. Еще раз спасибо нашим гостям сегодняшним. Я напомню, у нас в гостях были председатель наблюдательного совета ОАО «Минский завод игристых вин» Алексей Рубец и финансовый аналитик официального партнера «Альпари» в Минске Вадим Иосуб. Актуальный микрофон Вилли Максиму Гленица и Виктория Сенкевич. Встретимся в эфире первого национального канала Белорусского радио по будням в 12.05 и на спутниковом телеканале «Беларусь-24» по вторникам и четвергам в 18.30. Редактор субтитров А.Семкин